Эти люди знают все о виртуальной реальности и опасности, которая она таит. Представители ведущих IT-компаний России и зарубежья приехали в Самару, чтобы поговорить о кибербезопасности. В первую очередь это борьба с ложной информацией. Конечно, общество нужно выработать соответствующие инструменты борьбы, предупреждения, наказания за такие роды мероприятия или целые спланированные акции. Главная причина, из-за которой появляются фейковые новости, это непроверенные источники, уверены в Министерстве иностранных дел России. В ведомстве ежедневно отслеживается весь информационный поток. Есть специалисты, которые читают статьи, смотрят новости и ищут, какие из них фейковые. Для того, чтобы облегчить анализ поиска, будут использовать технический инструментарий. Например, сервис Крибрум. Это система мониторинга и анализа социальных меди. Он отслеживает продукты, услуги и людей, автоматически ищет отзывы и анализирует их, указывает на эмоциональную окраску и выгружает данные в виде графиков и отчетов. Это проблема, которая существует. Разумеется, надо обращать на нее внимание и обсуждать те методы, благодаря которым мы могли бы распознавать фейки, бороться с дезинформацией. И, конечно, обсуждение в рамках круглого стола – это, безусловно, полезно. Алексей Гришин – один из организаторов международных соревнований «Волга-ЦТФ», которые проходят в Самаре. В одной из московских компаний он отвечает за информационную безопасность. Сегодня Алексей рассказывает о важных правилах, которые должен знать каждый пользователь интернета, чтобы не подвергнуться кибератаке. Самый первый важный момент – это, ждем ли мы это письмо. То есть, ну, как бы, ожидали, мы его знаем, что оно нам придет, нужно нам или нет. Второй момент, на который нужно обязательно обратить внимание – есть ли внутри письма мотиваторы. То есть, это что-то акцентирующее срочность, важность. И третий – это наличие ссылок и вложений внутри письма. Именно через ссылки и вредоносные вложения как раз-таки злоумышленники получают контроль над компьютером жертвы. «Волга-ЦТФ» – это международные межвузовские открытые соревнования в области информационной безопасности. В этом году в них приняли участие 180 специалистов по киберугрозам из России, Австрии, Вьетнама и Венгрии. В финал прошли 16 лучших команд. Они состязаются в защите собственных ресурсов, а также в поиске уязвимости у ресурсов противника. Мэри Илчан, Константин Головин. События.